Приветствую, друзья! Это IT News, новости из мира хай-тек. С вами Дед Саркинов. Поехали! Продолжим. ЕС примут окончательное решение по вопросу использования единого зарядного порта для гаджетов на следующей неделе. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на собственные источники. Но власти так и не смогли договориться о том, стоит ли переходить на единый разъем для зарядки ноутбуков. Существуют также разногласия по поводу сроков перехода на беспроводную зарядку. Идея об использовании единого стандарта портов мобильных устройств начала подниматься в ЕС уже более 10 лет назад после жалоб пользователей iPhone и техники на базе операционной системы Android на различия оборудования для зарядки их телефонов. В первой категории устройств применяется кабель Lightning, а вторые сейчас практически полностью перешли на USB Type-C. Издание Reuters обратилось за комментариями к Apple, но не получило ответа. Компания активно выступала против принятия единого стандарта зарядного разъема. По её мнению, единый стандарт будет сдерживать инновации, заставит пользователей покупать новые зарядные устройства и тем самым создаст гору электронных отходов. Несмотря на это, ранее отмечалось, что Apple тестирует смартфоны iPhone, оснащённые разъёмом USB Type-C. Ну и напоследок, жертвы криптовалютных мошенников потеряли более 1 миллиарда долларов с 2021 года. Цифровые активы продолжают привлекать внимание мошенников. По данным Федеральной торговой комиссии США, в период с января прошлого года по март этого суммарные потери жертв криптовалютных мошенников в стране превысили 1 миллиард долларов. Свыше 46 тысяч заявлений о мошенничестве с цифровыми активами поступило в комиссию за этот период. Из отчёта ведомства следует, что наибольшей популярностью у мошенников пользуются самые крупные криптовалюты, такие как Bitcoin, Ethereum или Tether. Около 70% случаев мошенничества были связаны с биткоином, тогда как похитить Tether или Ethereum злоумышленники попытались в 10% случаев. Мошенничество с инвестициями было самым распространённым способом обмана и принесло убыток в размере 600 миллионов долларов. Чаще всего такой способ обмана эффективен против инвесторов-любителей, которых легче убедить в получении большого дохода за короткий период. Злоумышленники стали активнее использовать социальные сети и приложения для знакомств для обмана на инвестициях в криптовалюту. Мошенники знакомятся с жертвами, входят к ним в доверие и убеждают инвестировать в криптовалюту. Стоит отметить, что отчёт комиссии сформирован на основе заявлений обманутых криптовалютных инвесторов. На деле же масштабы деятельности мошенников в этой сфере значительно шире. По оценке ведомства, менее 5% обманутых инвесторов сообщили об этом ведомство. По оценке блокчейн-платформы Chain Analysis, в прошлом году объём незаконно переведённый на счета мошенников криптовалюты составил 14 миллиардов долларов, что вдвое больше по сравнению с аналогичным показателем годом ранее. Это были все актуальные новости IT-технологии. Подписывайтесь на Atomic & Business, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего доброго!